Приветствую вас. Ввиду размещения в тексте вопроса информации достаточно личной и конфиденциальной, я не буду зачитывать текст полностью, а просто вам некую такую общую сводку. Скажем так, вопрос задает мужчина, и его беспокоит определенный опыт своей девушки в интимной сфере. Вот. Он испытывает определенные сложности, связанные с этим. Вот. Трудности с принятием опыта девушки. Вот. Смотрите. Здесь вы, на мой взгляд, пытаетесь решить вопрос своей уверенности в себе, своей неуверенности в себе. С одной стороны. И в то же время как будто бы подавляете свои желания с другой страны. То есть вам чего-то хочется. Вот. Желание этого вполне нормально. Вот. Вполне. Вполне естественно. Вот. Но вы себе это подавляете. Вот. То есть, то есть, как бы, ну, вы запрещаете себе это, скажем так. Вот. Вот. Причины, по которым вы себе это запрещаете, является, скорее всего, стыд. Скорее всего, причинами является страх и не принятие себя. Вот. Да. Вы здесь говорите о таких моментах, как зависть. Вот. Вы говорите о зависти здесь. И что такое зависть? Зависть. А зависть это ведь история про то, что чего-то нам хочется, на что-то мы способны. Но себе мы это делать запрещаем. Вот. Соответственно, когда мы... Ну, сталкиваемся, скажем так, с тем, что нам хочется, это когда мы с этим именно сталкиваемся. Сталкиваемся с тем, что другой человек позволяет себе то, чего не позволяем себе мы. Естественно, мы чувствуем зависть. Это нормально и было бы странно, если бы мы этого не ощущали. Вот. Поэтому, конечно, ваша зависть в первую очередь связана с тем, что вы не позволяете себе то, что вы хотите. Вот. А самое главное, то, что вы можете. Вот. То есть, вот, есть что-то, что вы хотите и что вы можете. Вот. И вы это себе запрещаете. Еще один очень важный момент, на который мне бы хотелось обратить ваше внимание. Этот момент связан с тем, на каких основаниях вы выстраиваете отношения с девочкой. Ну, то есть, вот, буквально, буквально, что это за основания. Основания ли это просто гендерные, когда вы видите в девушке, например, только девушку, ну, ну, причем, да, там, свою девушку, например. Нет. Вы в ней видите. И это является тем системообразующим фактором в ваших отношениях, на которых все выстраивается. Или же есть какие-то еще другие основания, например, личностные, партнерские. Вот. И так далее. Дело в том, что если вы выстраиваете отношения со своей девушкой на основе гендерных, ну, на основе гендера, скажем так. Вот. То, конечно, здесь будет вот такая проблематика, о которых вы пишете. Просто потому, что это прямо вытекает из специфики ваших взаимодействий. И в этом случае, пожалуй, я сильно сомневаюсь, что какие-либо конкретные действия, ну, ваши, могут привести к изменению, так скажем, ситуации. Я очень сильно в этом сомневаюсь, потому что вы, конечно, можете что-то сделать, вот, но ваше отношение к себе и ваше отношение к партнеру останется таким же. Каким, ну, оно есть сейчас, оно не изменится. Вот. И, соответственно, проблемы, конечно, находятся, на мой взгляд, несколько глубже в данном случае. Еще мне показалось, по крайней мере, исходя из вашего текста, что вы сравниваете себя с другими мужчинами. То есть, ну, просто вот вы склонны себя сравнивать. Вот. Если это действительно так, то вы не замещаете своей ценностью, на мой взгляд. И если вы не замещаете своей ценностью, то вам необходимо эту ценность почувствовать. В этом вам поможет психолог. Вот. Я думаю, как-то так примерно можно ответить вам на ваш вопрос. Что вы спрашиваете? Вы спрашиваете... Значит... Так... Значит... Так... Что мне с этими мыслями делать? Ну, во-первых, в первую очередь, что вам нужно сделать, это, наверное, обратиться к врачу, психиатру, клиническому психологу по месту жительства. Вот. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие у вас навязчивых мыслей. А навязчивые мысли или ОКР являются психическим заболеванием. Вот. Правда, с пограничным, то есть личность человека не распадается полностью, да, она не подвергается какому-то такому вот, ну, попалному изменению. Вот. Но, тем не менее, является довольно серьезным испытанием для человека. Вот, поэтому ваша задача заключается в том, чтобы позаботиться о себе. Вот. Ваша задача заключается в том, чтобы выявить, выявить, есть ли у вас элементы, как я уже сказал, ОКР. И, если есть, то скорректировать их. Следующее, что нужно сделать, это увидеть, какую проблему вы пытаетесь решить через эти мысли, что это за проблема. Вот. Понимаете ли? То есть сейчас? Мобильный момент. За этими мыслими вы особенно ничего не видите и не замечаете. Вот. У вас, что называется, есть только, только эти мысли и все. Но это же не совсем так. За этими мыслями что-то стоит. Вот. Что стоит за этими мыслями вам нужно увидеть и решать проблему, которая стоит за этими мыслями. Вот. Проблема уверенности в себе, проблема удовлетворения какой-то потребности, проблематика некого комплекса и так далее. Ваши отношения к сексу и прочее, прочее, прочее. Вот. Не сложно увидеть, что у вас как будто бы вызывает некоторое прощение о том, что вам нравится. Вот. Вот. Совсем. Совсем не сложно это увидеть. Вот. Если это так, а это вот, судя по всему, судя по всему это так, вот, то на это, конечно, нужно обратить ваше внимание. Что ж. Вот. Ну, потому что вы от этого достаточно сильно все завистили. Вот. Следующий момент, на который, как мне кажется, нужно обратить внимание, это, значимость для вас, девушки. Вот. То есть, то, что значит девушка для вас. Вы говорите, что вы от нее безумие, да? Вы говорите, что вам с ней хорошо. Вот. Что это такое. Вот. Что это буквально значит, что вам с ней хорошо и что вы от нее безумие. Ну, а вот это вот называется, на мой взгляд, так же, вам прояснение. Потому что, опять же, что вы чувствуете к девушке, имеет большое значение. Вот. Ну, и последнее, это ваше отношение к сексу. Вот. Вот. Его значение для вас, связь с вашей ценностью. Вот. И сочетание с вашим общим ценностным аппаратом. Вот. Все это, так же, нуждается в прояснении и коррекции. В коррекции при прояснении нуждается и в выражении, пожалуй, это самое главное здесь, нуждается и ваша эмоциональная сфера, которая на данный момент, на мой взгляд, несколько, ну, скажем так, испытывает сложности. Давайте вот так скажем. Она испытывает сложности и она испытывает сложности в первую очередь с чем? со своей реализацией. Вот. То есть вы как бы не реализовываете свою, вот, психоэмоциональную, получается, ну, свой психоэмоциональный потенциал. Вот так. Я бы сказал. И, как мне кажется, вам необходимо научиться его реализовывать. Вот. Сделать это можно само собой с помощью психолога. Вот. Вот то, что я хотел бы вам сейчас сказать. Вот. Как-то так. Такой ответ. Я надеюсь, что вам это было полезно, интересно. Да, я прекрасно понимаю, что проблема не решена, но тем не менее. Вот. Вот. Значит, вы пишете, меня изнутри все сжигают, я не хочу ее бросать, но жить с этим сложно. Вот. Ну, то есть тут вы просто перечисляете уже опыт других людей. Повторюсь, здесь нужно в первую очередь обращать внимание именно на те аспекты, вот, которые я озвучил. В противном случае вы будете просто, ну, вы не будете в противном случае решать. проблему, скажем так, вы ее корни, вот. А будете все время решать что-то вот такое, знаете, ну, находящееся как бы на периферии. Вот. Скажем так. Вот. Я не думаю, что это может сделать вас счастливы, честно говоря. А если хотите, если у вас есть такое желание, вот, то вы можете обратиться вместе с девушкой на консультацию. к психологу, вот, и вместе с девушкой поиследовать особенности вашего взаимодействия. Вот. Очень часто, очень часто, очень часто бывает так, что некие обиды, ну, просто вот некие обиды, которые появляются в отношениях между людьми, приобретают, ну, вот, вот такую форму, такую форму. А вот, то есть форма, насколько причудлива. Поэтому я могу предположить, только предположить, конечно, что, возможно, вы храните в себе некая обида. Вот. Что это за обиды, да, вот, ну, что это за обиды, какого рода обиды, вот, связаны ли эти обиды вообще с девушкой и так далее, может быть, это связано. И не с девушкой вовсе, а, например, с вашей историей семьи и так далее, да, вот. Это все можно увидеть именно, именно вот, скажем так, рассматривая ваши взаимодействия с партнером, вот. И смотря на то, на что вы своим партнером, да, ориентируетесь, вот, больше. То есть, ну, просто вот, к чему вы, например, придаёте значение, что вы считаете важным в отношениях и почему. Дело не в том, что это не важно. Важно или не важно, определяете, конечно же, вы. А именно смотреть на выбор, что из себя ваш выбор представляет. И уже от этого отталкиваться. Такой ответ я могу вам пока что предоставить, исходя из той информации, что вы предложили нам. Желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу и сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Удачи! Обращайтесь! Обращайтесь! Продолжение следует...